Такой вопрос. С точки зрения стоимости жилья, потому что все говорят Калифорния, и под Калифорнией понимают всю Калифорнию. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что в Калифорнии есть места, такие же дешевые, как Кентаки какая-нибудь, или, я не знаю, абсолютно любая точка в США, вот типа Сакраменто, например, очень дешевое место. У вас сколько стоит, например, в нормальном месте, где приличные школы? Сколько стоит, скажем, ван-бедрум? Ну, где мы хотим сейчас жить, на севере, где хорошие школы 9-10 рейтинг, то там получается ван-бедрум 1400. А здесь две. Месяч к минуточку, это приличный ван-бедрум или плохенький? Хорошенький. А у нас плохенькие две. А у нас с джакузи, за бассейном и всеми делами. Это выглядит как бы само это комьюнити. Да, и внутри очень приличный. И внутри приличный. У нас, если он будет внутри приличным, это уже будет две с половиной ван-бедрум. То есть относительно недорого. Ну, скажем, в Сакраменто такой стоил бы там 650. Но зато у вас там заработать можно, в отличие от Сакраменто, где заработки не такие. Чем люди занимаются в Сан-Диего? Вот, допустим, приезжают новички. Мы же про новичков говорим. Люди, которые уже в Америке. Может быть, это и не интересно. А вот те, кто думают, куда поехать. Это же постоянно вопрос, куда поехать. Вот Сан-Диего с точки зрения, куда поехать? Как вы смотрите? Первое место в Америке. В отношении работы? Ну, вообще, ну, всего. Русский врач. Я не знаю, там, русский магазин. Работа. Ну, конечно, в первую очередь. Все есть. Все есть. Все есть. Русские врачи есть. Русские магазины есть. Работа в основном, вот, к все, кому мы знаем, это либо электрики, либо там кондиционеры устанавливают. И есть еще у нас друг, с кем мы сейчас дочку свою оставили. Он, у вас было интервью, скайп-интервью с ним, Дмитрий из Сан-Диего. Он у вас учился. Он работает тестером. Вот. То есть, он хорошо устроился. Да, он тут говорил у вас о зарплатах даже. Я помню, да, у него был не тривиальный путь, я хочу сказать. Не такой, что вот, там, делай раз, делай два, делай три. То есть, он так как-то достаточно сложную траекторию такую произвел. Но существенно, что если ты цель видишь, то траектория может быть любой, но ты к ней приходишь. В фильме «Секрет», если вы смотрели, смотрели «Секрет», там есть такой образ. Там человек говорит, вот представь себе, что едешь из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк ночью на машине, и ты не видишь всей дороги. Ну, сколько ты освещает? Ну, там, не знаю, там, 200 метров. Вот. И ты не видишь всей дороги, но ты доедешь до Нью-Йорка. Ну, где-то ты объезд будет, где-то там ты заночуешь. Ты не знаешь, где это произойдет, но ты знаешь, что ты где-то заночуешь, а где-то будет там дорогу перекроет, значит, ты ее объедешь. Но если ты едешь в Нью-Йорк, ты приедешь в Нью-Йорк. То же самое. Он хотел быть тестером. У него не было английского на тот момент. И это большая проблема новичков. Наверное, когда мы их показываем на видео, ощущение такое, что у нас их много. У нас их очень мало. Людей, которые с самолета к нам, единицы. Просто единицы. Я отсеиваю на интервью. Вот у меня люди, которые звонят. Я говорю, ты хочешь попасть в класс, ты должен мне позвонить, мы поговорим там по-английски. Из тех, кто звонит, вот я выиграл, хочу приехать, там и так далее, ну процентов 30 я отсеиваю, потому что они вообще не функциональны никак. Он, может быть, через полгода будет в порядке. Ну, и плюс у них еще тяжелое такое состояние людей, которые не зарабатывают, не обеспечивают себя. Поэтому время идет, и у них тают, и тают, и тают запасы. И даже если у тебя вроде все хорошо идет в нашем процессе, но запасы тают, это создает беспокойство, это создает вот этот анкзайди. И мне вот это зачем, понимаете? Вот ходить и думать, что на мне теперь еще ответственность за то, что вот, понимаете? Поэтому приезжай, устраивайся на работу, обеспечь себя, чтобы это для тебя было не экстремальным таким туризмом, понимаете? А чтобы так спокойненько, ровненько, там, вот как в автобус сел. Сел в автобус, взял билет, значит, занял место. И так и приехали. Вот, а если за ним бежать надо за автобусом, там на бампер его вспрыгивать, там, или там под проводами лежать, понимаете, это же совсем другой вид спорта. Да. Хорошо, так вы хотите оставаться в Сан-Диего или вы хотите двигаться куда-то? Нет, мы из Сан-Диего никуда не хотим. Хорошо. Почем стоит домик купить в Сан-Диего? Вот такой, как, ну, то, что называется entry-level домик, да? То есть, вот, для начала, вот вы живете, у вас трое, ребенок там 4 года, то есть, должны быть человеческие школы. И, ну, допустим, 3-бедрома, там, 2 бастрома. Вот такой домик сколько стоит? Думаю, если с хорошими школами, думаю, от 500 и выше. От 500? Ну, это я так вот на вскидку. Ну, у нас с хорошими школами от полутора миллионов. Ну, правда, смотреть точно на то, что ты купишь за полтора, это будет смотреть противно. Так что, если еще в порядок привезти, то это 2 миллиона. Ну, опять-таки, это говорю я о таких районах, которые не у океана, то есть, это хорошие школы, но это не у океана. А у океана там, конечно, миллионные дома и выше. А еще и окнами на океанах. Да, а там, понятно, миллионами считать надо. Есть еще какие-то районы, где школы в комьюнити. И там получается, что закрытая территория. Со стороны не зайти в школу, то есть, для своих. Ну, да, фактически. Там, конечно. Хорошо. Лена, все-таки я немножко у вас пытаюсь... Ваше настроение, что ли, прощу. Я понимаю, что вы на самом деле сейчас пока в таком турбулентном процессе, не устоявшемся с точки зрения профессионального. Потому что, вот, я как-то рассказывал, что я приехал в Америку, хотел кроссовки купить. Ну, первое, что мне хотелось, я хотел купить импортные кроссовки. И мы пришли в магазин, по-моему, это Таргет был. И там их было штук. Я боюсь соврать. Так, от балды могу сказать, что 200 разных. Но, может быть, их было только 50. Не могу сказать. Могу сказать, что мы часов 5 мерили кроссовки и ушли, не купив. Потому что выбрать было невозможно. Вот. И я так чувствую, что вы примерно в таком процессе сейчас находитесь. Когда, так сказать, большое ресторанное меню. Значит, а вы там после 40-дневного поста. И вам говорят, что желаете. А вы, значит... Ну, все-таки. Вам хочется головой работать, руками, с людьми, с техникой, с компьютерами. Мне больше с техникой, с компьютерами. Но я такая, как сказать, немножко себя, может быть, недооцениваю. Виталий говорит, что у тебя получится. Я не уверена. Что именно? Ну, может быть, что-то вот компьютерная какая-то профессия, что-то вот с этим связано. Вы типичный тестер, я вам скажу. Да. Конечно, это по вам сразу видно. Вообще просто Виталик, да вы меня тут, может быть, на самом деле. Нет, ну, понимаете, вы сомневаетесь, правильно? Тестер человек сомневающийся. Он на веру не берет. Понимаете, он там по 10 раз проверяет и так далее. У вас абсолютно все это. Кроме того, вы уже все-таки постарше, чем там, не знаю, там 19, так? Поэтому вы уже видите за тем, что на поверхности. Вы видите больше, вы спрашиваете себя, зачем это нужно, а кому это нужно. А если мы здесь сделаем не так, а вот так. Понимаете, а почему здесь сделано так, а вот у других людей такая же вещь, но по-другому. Понимаете, это и есть тестер. Я именно так и думаю. Ну, правильно. Это на вас написано, вы что думаете? Вы там какая-то скрытная, что ли? Да, значит... Это на вас написано. Вы легко читаете. Так вот, значит, почему я рассказываю, что это и есть тестер хороший. Понимаете? Поэтому... Ну, посмотрите. А кто у вас техническую работу по видео выполняет? Я. Ага. Так. И Виталик поэтому говорит, я в интернете, в принципе, найду что угодно. Я как-то раз в вашем одном из, не знаю, давнишних видео услышала такое выражение интернет-гуру. Я что-то его запомнил, и мне кажется, что я именно такой... Просто на самом деле, я, если мне надо, я методом тыкаю. Я понял, у вас два тестера, хорошо. То есть, про вас я точно знаю, про супруга еще нет. Значит, про вас я точно вижу. Так, значит, он может быть больше... Сейчас скажу, вы как тестер, вы больше на методологической стороне спланировать, значит, вот там, документацию какую-то составить аккуратно, чтобы соответствовать всем стандартам, вот это ваше. Он больше на технической стороне. Да. Он может какой-нибудь скрипт, такой заковыристый написать. Ну, может быть, не сейчас может, но это как бы вот его направление. То есть, ему будет нравиться к технической, что-то такое ударяться. Вот, хотя... Смотри, как нас прочитали. Хотя, в какой-то момент он может сказать, не могу с этими идиотами работать, и он пойдет уже с самым менеджером, потому что невозможно выполнять то, что тебе говорят люди, которых ты не хочешь слушать. Это тоже такой ответственный момент в жизни бывает, когда думаешь, ну и всех нафиг. Если сам не сделаешь, уже никто не сделает. И ты уже идешь туда. Да, ну, это в тестировании. У вас, конечно, есть другая жилка. Вы предприимчивый по природе. То есть, вас может вынести в какой-то бизнес. То есть, вам будет все время хотеться что-нибудь такое замутить. Не сразу, потому что сразу вам надо заработать, там, и как-то на ноги встать. Но со временем вас может вынести очень сильно туда. Из того, что я так... Вашими бы устами. Ну, вы дайте вещам случиться. Понимаете? Я просто скажу, что происходит. Я, поскольку достаточно плотно работал, там, может быть, с шестью-семью тысячами человек, и плюс я знаю, там, про их родственников, друзей, там, и детей, там, и еще что-то. Я много людей обозревал на достаточно продолжительном промежутке времени. Поэтому, я когда вижу человека, и с ним, может быть, две минутки поговорю, я могу примерно сказать, что с ним будет, там, через пару-тройку лет. Я за десять лет вперед не возьмусь. Но так, где-то девяностые стаи я довольно точно попадаю. Как бы, поэтому... Раз уж вы пришли, то я вам как бы так... Значит, у нас все будет хорошо. О, даже не сомневайтесь. Вы абсолютно американский типаж. У вас таких, как вы, не может не быть хорошо. Если у вас не будет хорошо, тогда я уже не знаю, у кого-то должно быть хорошо. У вас будет абсолютно хорошо. Спасибо. Даже, даже, господи, тоже мне нашлись сомневающиеся. Вот, значит, хорошо. Когда вы делаете блог, давайте мы к этому. Что это для вас? Просто какая-то отдушина, хочется выговориться. Или вы чувствуете, что в этот момент вы что-то такое, богоугодное, дел какой-то совершаете, людям помогаете. Вы боретесь с какими-то догмами, пропагандой, которая людей одурманивает. Что это для вас? Потому что у всех разные мотивы. Я думаю, всего по чуть-чуть, но как бы тоже было у меня видео на эту тему, как бы что дает нам YouTube, что дает нам этот канал. Так. Он не дает нам много денег. В принципе, это нам не наша цель. Но самое главное, что дает нам этот канал, это очень много общения, очень много знакомств, очень много новых контактов, советов, каких-то информации. Наши подписчики настолько так прям проникнуты нашей судьбой вот здесь. Где-то там у нас что-то с английским, там куча ссылок. Вы здесь попробуйте, здесь изучайте, здесь спина заболела у кого-то. Ой, надо вот эти упражнения, вам надо туда пойти. Ой, про спину я вам все расскажу. Со всех сторон, да. Мы прямо сейчас намажем, если что. У нас тут есть чем. Ой, да. Да, значит, хорошо. То есть вы какую-то такую волну позитива там получаете. И очень мне нравится, когда ты чем-то делишься. Вот это такое впечатление, ну как сказать, не впечатление, а эмоции такие. Когда ты даешь, тебе дают этот обмен вот этим вот добром, люди очень ценят то, что они получают. То есть мы ничего не скрываем. То есть вам гадостей не пишут? Очень мало. Слава богу, пока очень мало. То есть это, не знаю, может, человека 3-4 я... Всего? ...забанила, да. И то, это после того, как я не то чтобы вступилась, а просто когда Ирина, мам, сын, она закрыла свой канал, и я как бы ее пожалела. А вы знакомы с ней, да, с Ириной? Ну, мы просто переписывались с ней, я предлагала ей тут, ну, не важно. Но она в порядке? Вот многие спрашивают, как там? Меня тоже спрашивают, я писала ей, но она мне не ответила почему-то. Ага, а мне передавали люди, я пыталась дозвониться, что-то у меня не получалось, но ребят, которые с ней общаются, вот там Оля Брокман, Наташа Квик, они сказали, что, в общем, в порядке, ну просто ей из каких-то соображений надо было это сделать. Да, вот я пыталась за нее как бы вступиться, и видео сделала, и тут все, кто ее ругали, и на нее свой негатив обрушили, все перекинулись как бы на нас. И я тут же их всех, и все, и потом опять спокойно. Опять спокойно у нас. Знаете, что я вам скажу? Я хочу сказать, я на самом деле ведь по отношению к большинству блогеров, может быть, таких адекватных, я не говорю про тех, кто там политически какие-то все время конфликты создает и так далее, я таких более-менее. Я иду на втором месте после Флориды-Ялты по количеству ненависти, которую там я вызываю. И, наверное, причины разные, там Флорида-Ялта заодно не любит, меня там еще за что-то не любят, у всех свои причины. Но я хочу сказать, что вот это ютюбание, так сказать, блогание, оно является такой иллюстрацией к теме от любви до ненависти один шаг. Вообще там много библейских тем, значит, начинаешь понимать актуальность, как бы, да, жизнь настоящая. Но вот человек, вот он ходит, он тебя любит, он тебе клянется, там, я не знаю, и прямо вот он рассыпается, и вдруг что-то такое происходит, и он начинает тебя ненавидеть. И вот так же вот иступленно, вот, у верующих я часто замечал, вот когда мозгов нет, а только вот что-то такое, я не знаю, вот у него... Фанатизм. Фанатизм, вот, хорошее слово. Значит, и вот он так же фанатично и иступленно, как он тебя любил, вот так же вдруг, какую-то секунду, он начинает тебя ненавидеть. И теряет образ человеческий совершенно, и так далее. Я уже привык, то есть я как-то внимания не обращаю, но каждый раз, когда кто-то вот так вот, он прямо, я думаю, может, следующий. Потому что, когда вижу иступленность, я понимаю, что вектор меняется. И поменяться вектор может быть совершенно независимо. Вот ты как был, так и есть. Поэтому, что тут скажешь, это школа жизни. Это школа жизни, когда людям трудно пережить чужой успех. Понимаете, людям трудно пережить, что у кого-то что-то получилось. Понимаете, вот пока вы в борьбе, вам сочувствуют. Когда вы начнете чего-то достигать, вы начнете опускать этим. Не то, что вы специально, но вы начнете опускать людей, их социальный статус будет падать относительно вас. Потому что вы пошли вверх, значит, они пошли вниз. У меня есть видео про статус в человеческом обществе, я там рассказываю на эту тему. И тебя начинает ненавидеть. Чем выше ты поднялся, тем больше ненависти к тебе. Поэтому эта часть такая, понимаете, трудно быть там голливудской звездой, трудно быть политическим деятелем, трудно быть на виду. Поэтому те блогеры, которые начинают свой путь, они должны быть готовы. Ну да, может быть новенькие, да, и могут. Но те с нами, кто с самого начала, подписчики, они, конечно же, всегда за нас радуются. Большое им спасибо. Да, я Бог, конечно. Что какой-то наш маленький шажочек, они так же переживают, как свой. Так ради них же все и делается, правда? Да, так радостно они пишут. Ой, мы за вас переживали, мы так верили в вас. Очень приятно, очень. Это на самом деле очень понятно. Потому что вот я на вас сейчас смотрю живьем. У вас такой образ людей, которым, во-первых, понятно, что должно получаться. Во-вторых, понятно, что ты как-то сочувствуешь. Потому что людям, которые правильные, ты им сочувствуешь. Вот если, допустим, у них не получилось, ты начинаешь переживать. Если у них получилось, ты говоришь, значит, есть правда там на свете. Есть Бог на свете и так далее. Когда люди, которые нам не нравятся, и у них получается, мы говорим, как-то это несправедливо. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!